Я слышал, вы не раз говорили вскользь, что Иисус не Бог. Как вы объясните от Иоанна 8 главу, 58 стих? Он говорит, что Он был прежде, нежели был Авраам. Спасибо за ответ. Ну, смотрите. Смотрите, людей пугает, что Иисус не Бог, когда сам Иисус говорил, я человек. Ну, всегда. То есть, когда люди слышат, не, Он не просто человек, Он не просто человек, Он человек. Он человек, который был рожден от Бога. Поэтому людей так пугает. Ну, вот Павел написал, у нас есть один Бог и один посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус. Посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус. Получается, человек грешник был, потом был рожден святой человек, праведник и Бог. Бог вначале жил в этом, то есть вот Бог был в нем, а в людях не мог жить, потому что вот этот посредник, он святой, праведный и Бог в нем живет в этом человеке, а в этих не может жить. Поэтому этот посредник соединяется с этими сначала, берет их грех, становится грехом. Люди услышали, Виктор сказал, что Иисус стал грехом, это богохульство. Он бы не умер, если бы он не взял твой грех, у него греха не было. Он умер, потому что взял грех, беззаконие и проклятие, все было возложено. Он соединился с ним. Кстати, одно из интересных объяснений Оксана Ковалева, по-моему, говорила, да, по-моему, она говорила, ну, интересная мысль, что люди от Яна крестились в воде, оставляя грехи. Они заходят в воду, омывают свои грехи. Вот такой образ такой, да? Иисус идет туда, они говорят, ой, Господи, Ян говорит, как это так? Это мне у тебя надо креститься, как он? Нет, нам надо исполнить всякую правду. Всякая правда Божия должна исполниться. Все, что Бог мне повелел, я должен исполнить. Так в чем смысл, в чем дело? Так вот, они заходили в воду оставлять грехи, а Иисус вошел в воду взять грехи людей. Это был первый символ, когда Он взял грехи людей. И тогда пророчество Иоанна. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он берет на себя грех мира. Он принимает этот грех на себя. Вот почему Иисус сказал, прощаются грехи. Что легче сказать, прощаются грехи или просто исцелить человека? Некоторые говорят, прощаются грехи. Это вам легко сказать, прощаются грехи. А Иисусу нельзя было просто сказать, прощаются грехи. Когда Он сказал этому человеку, прощаются твои грехи, Это означает, я взял твой грех на себя, и вместо тебя я умру. Что легче сказать, прощаются грехи или исцелить человека? И любой батюшка скажет, конечно, прощаются грехи легче сказать, чем я не могу никого исцелить, а простить грехи могу. Это ерунда твои слова. А слова Иисуса не были ерунда. Слова Иисуса были те, что он взял грех на себя. Вот почему, вот чтобы вы знали, что сын человеческий. Кстати, многие говорят, если бы он не был бы Богом, как он мог прощать грехи? Это фарисеи так говорили. Они обвиняли его, ты богохульствуешь, будучи человеком, делаешь себя Богом. Кто может прощать грехи, кроме Бога? Иисус отпор сразу им дал. Читайте. Чтобы вы знали, что человек имеет власть от Бога прощать грехи, доказывает, говорит, встань расслабленным. Так ты Бог, что прощаешь грехи? Нет, я человек, который получил такую власть от Бога. Я человек. Чтобы вы знали, что человеку дана такая власть. И я не богохульство. Отец мне дал эту власть. Он мне дал это. Он мне таким сделал. Он меня родил таким. Он меня послал. Он предвидел все. Поэтому я прославляю моего отца, а вы вашего. Итак, вопрос. Какой был вопрос? Я уже ушел. Да, ты очень далеко ушел. Далеко ушел, да. Ну, вот это же тема такая очень. Как Иисус был прежде, нежели Авраама? Окей. Мало времени осталось, если можно. Коротко. Ты много раз отвечал. Я пытаюсь найти этот файл с код таймами. Давайте быстро отвечу. Две минуты. Можно? Да. Вот прямо засеки две минуты, и я отвечу на этот вопрос. Ровно две минуты. Евангелие от Иоанна, восьмая глава. Правильно? Пятьдесят восьмая. Пятьдесят восьмой стих. Первое, что вам надо знать, что переводчики неправильно перевели. Пятьдесят восьмая глава. Откройте греческий, и вы увидите так. И сказал им, истинно говорю вам, прежде ли, нежели будет Авраам, я есть. Прежде ли, нежели будет Авраам, я есть. Прежде, нежели Аврааму случится, я есть. Не прежде, нежели был Авраам, это отправляет тебя в прошлое. А прежде, нежели будет Авраам, я есть. Что это? Это ключевой момент. Это очень важно. Вы скажете, какая разница? Вы поймете разницу. Вы поймете разницу, что Иисус говорит, кто соблюдает Слово Мое. Читаем контекст. Откуда вообще разговор начался, да? Читаем контекст. Истинно говорю вам, кто соблюдает... Следите за мной. Восьмая глава, пятьдесят первый стих. Кто соблюдает Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Ну, тут пять раз иудеи уже говорили ему, одержим бесноватый, но когда он в этот раз опять им сказал, иудеи сказали ему, о, теперь мы узнали, что бес в тебе. Авраам умер. Авраам, ты что? Авраам умер. И пророки. А ты говоришь, что соблюдает Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умеры. Чем ты себя делаешь? Иисус не говорит, я Бог, поэтому такое. Не, Иисус отвечал, если я сам славлю, то слава Моя ничто, меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали его, и вы не познали его, а я знаю его, и если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю его и соблюдаю Слово его. Дальше. Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день Мой и увидел и возрадовался. Внимание, что Иисус говорит? Авраам, рад был увидеть день Мой. Авраам. Не Иисус, рад был увидеть день Авраама. А Авраам был рад увидеть Мой день, он увидел и возрадовался. Я вам скажу, о чем идет речь. Кто будет веровать в Меня, не вкусить смерти? И вся эта глава, до и после. Иисус говорит о воскресении. Я и сам воскресение жизнь. Поэтому Авраам рад был видеть день Мой, и когда он увидел, возрадовался, Авраам понял, что он поверил в сверхнадежды, с надеждой, что когда умрет его сын, будет воскресение. День воскресения – это день Иисуса. Кстати, вот если вы это не поймете, вы ничего не поймете в этой главе. Две минуты прошли? Три. Три прошло. Дай мне еще одну минуту, я объясню. Простите, пожалуйста, но это важно. Просто я могу сказать вам, вы ничего не поймете. Хочется, чтобы вы поняли. Когда Иисус говорит, Авраам рад был видеть Мой день и увидел и возрадовался. Какой день? День воскресения. Что будет в воскресении мертвых? Все люди умирали. Но Авраам первый, кто поверил в воскресение. Авраам увидел, а этот день, который дано Господу. Я есть им воскресение жизни. Мне Отец это дал. Я воскрешу в последний день. Услышит голос Сына Божия. Как смерть через человека, внимание, так через человека. Воскресение. Это дано было Господу Иисусу Христу. Человеку Иисусу воскрешать мертвый. Потому что в нем все совершил Бог. Спасение через человека. Он посредник между Богом и человеком. И если нет никакого, никаких страшных слов. Это истина, которая здесь написана. Дальше. Смотрите, как тупят иудеи. Вы это не видели. И просто очень многие повторяют иудейскую тупизну. Я специально это заостряю внимание, чтобы вы это увидели. На это сказали ему иудеи. Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама. Внимание. Если вы это пропустите, вы все пропустили. Иисус сказал, что я видел Авраама. Это штупят иудеи. У них мозги не работают. Или так записали. Я не знаю. Иисус сказал, Авраам был рад видеть мой день. И увидев, возрадовался. Тебе нет еще 50 лет, а ты уже видел Авраама. Иисус не сказал, что он видел Авраама. Он сказал, что Авраам увидел мой день. Он день какой-то увидел и возрадовался. А они тупят. Вот они его обвиняют. Теперь дальше Иисус говорит. И сказал им Иисус, истинно говорю вам. Прежде нежели будет Авраам, я есть. Я есть воскресение и жизнь. Прежде нежели будет Авраам, прежде нежели будет этот день, который возрадовался. Прежде нежели воскреснет Авраам, я есть. Я его воскрешу. Вот о чем он говорит. Он сказал, что я был раньше Авраама. Я жил раньше Авраама. Я был до Авраама, как личность, потом спустился с небес. не философствуйте. Вот о чем Иисус сказал. Кстати, полно таких разных мест, на которые все косвенно. А, ну вот он прежде нежели был Авраам, он был. Ну, я тоже был прежде нежели Авраам. Я был в нем. Ну, это же не говорит о том, что я существовал, как личность потом появился. Иисус был рожден в Вифлееме. Рождение подразумевает новое начало. Господи, прости, и Дух Святой прости меня. Просто Святой. О, Господи, прости. Просил две минутки, как всегда, десять. Простите. Просто Свята можно. Просто Свята. Прости, Свята.